Мир находится на переломном этапе, поскольку у нас на глазах разворачиваются события библейских масштабов. Вполне вероятно, что наиболее важное пророчество, которое еще не исполнилось в наши дни, это духовное пробуждение в Израиле, предсказанное пророком Езекиилем тысячи лет назад, на древнем поле битвы, полном мертвых костей. Это ужасное место, в которое Бог перенес пророка Езекииля, как мы читаем в 37 главе. Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. Это действительно необычное событие. Во-первых, Езекииль был священником, и находиться возле мертвых тел или человеческих костей было наибольшей нечистотой. Во-вторых, множество сухих костей было свидетельством того, что когда-то в прошлом была жизнь, но древнее процветание и сила превратились в пыль на ветру. В-третьих, слово, переведенное как равнина, бика, это очень необычное слово в иврите, которое встречается всего несколько раз в Танахе. Впервые оно появляется в 11 главе книги «Бытие». Там описан город Вавилон, где Бог суверенно вмешался в дела людей, смешав языки и рассеяв их по всей земле, разделив на племена и народы. Эта новая реальность конца 11 главы книги «Бытие» привела к призванию Богом Авраама в «Бытие 12», чтобы создать от него народ Израиля, как Божий инструмент для раскрытия его знания и его путей для всех народов. Это упоминание равнины намекает нам на то, что духовное восстановление Израиля содержит огромное благословение и повлияет на весь мир. Бог объясняет это видение в 11 стихе «Сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев». Вот они, говорят, «Иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Это состояние сухих костей характеризовало наш народ и землю Израиля в течение последних 2000 лет. Исполняя пророчества Исаии из 30 главы о том, что наш народ на Сионе будет как веха на вершине горы. Известный еврейский учитель, раби Маше бен Нахман, прибыл в Израиль в 1267 году и во всем Иерусалиме не смог найти даже девятерых евреев, чтобы помолиться вместе. Он писал, «Многие покинутые места в Израиле находятся в состоянии великого осквернения. Чем более свято место, тем большее разорение оно перенесло. И Иерусалим – самое заброшенное место из всех». Марк Твен написал известные слова «Почти нигде не было ни деревьев, ни кустарников. Даже оливковые деревья и кактусы, эти верные друзья бесплодной почвы, практически покинули страну. Можно проехать десятки миль по окрестностям и не увидеть и десяти человек. Что еще хуже, чем сухая и безлюдная местность, так это болото с малярийными комарами. И те, кто бежали после изгнания и преследования и прибывали на эту землю, сталкивались с конфликтами с соседями и бандитами. Это была тяжелая жизнь для тех первых поселенцев в негостеприимной земле, и многие из прибывших с мечтами об Иерусалиме остались разочарованными». Бен-Гурион утверждал, что девять из десяти еврейских иммигрантов покидали эту землю. А живут ли кости сии? Это непростой вопрос, который разделял древнюю церковь и, к сожалению, разделяет верующих даже сегодня. В течение веков многие не верили в то, что это вообще возможно. Наш народ был рассеян по четырем сторонам света, как повторяли пророки. Их гнали, куда бы они ни пришли. Различные империи, которые властвовали над землей Израиля, были враждебно настроены по отношению к нашему народу. Как эти кости вообще могут ожить и тем более собраться вместе? Очень важно отметить, что Бог повелел пророку пророчества или говорить во имя его дважды. Это важно, потому что, чтобы творить, Бог говорит. Пророк действует как Божьи уста, когда он провозглашает Божье Слово. Я изрек пророчество, как повелено было мне. «И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею». Я думаю, что слова этого пророчества должны были найти отклик в сознании Неемии, когда он отправился для исполнения своей миссии по восстановлению Иерусалима после первого изгнания. В то время наш народ был опустошен из-за войн и рассеян только для того, чтобы их отправили назад в разрушенную страну, полную опасностей. Какое безнадежное предприятие! Безоружные, малочисленные и окруженные со всех сторон. История Неемии имеет поразительное сходство с бедственным положением нашего народа в 1948 году. Из пепла Холокоста в опустошенной земле, вопреки всему, в 1948 году родилось наше государство. Когда эти сухие кости прибыли на эту сухую и истощенную землю, древний еврейский язык, иврит, был воскрешен, и на нем снова заговорили в Израиле. Произошло событие, противоположное Вавилонскому. Эта новая волна эмигрантов из Европы, Ближнего Востока и всего мира теперь были объединены одним языком. И видел я, и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сухой. А духа не было в них. Израиль развился из бесплодной земли конфликта в процветающее государство, занимающее лидирующую позицию в мире в инновациях и технологиях. С 1966 года 13 израильтян получили Нобелевскую премию в различных областях, включая химию, экономику и литературу. Помните известные слова Марка Твена о том, что даже кактусы и оливковые деревья не могут здесь укорениться? Сегодня израильская пустыня ожила. Наш народ осушил болота и превратил их в фермы и рощи. Если говорить о молоке и меде, наша молочная промышленность производит наибольшее количество молока на одно животное в мире и на 40% больше меда с улья, чем в среднем в мире. Израиль является мировым лидером в сельхозтехнологиях и крупнейшим экспортером свежей продукции в Европу и другие страны. От смерти к жизни в изобилии. Этой истории нет подобных. И мы можем сделать только один вывод. Как сказал Элли Визель, в еврейской истории нет случайностей. Это не было стратегией или хорошо продуманным планом. Это было Божьим провидением. Можно сказать, что у Израиля есть плоть на костях. Но разве это все, на что мы надеемся и чего ожидаем? Нет. Кости и плоть чудесным образом соединились, но исполнение этого пророчества было приостановлено, чтобы Бог мог подчеркнуть этот важный шаг. Переломный момент, более важный, чем произошедшее в 1948 году, еще впереди. Потому что история продолжается. Тогда сказал Он мне, Из реки пророчества Духу, из реки пророчества Сын Человеческий, и скажи Духу, «Так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». «И я изрек пророчества, как Он повелел Мне, и вошел в них Дух, и они ожили и стали на ноги Свои, весьма, весьма великое полчища». Слова о том, что Бог вдохнул Свой Дух в Израиль, должны обратить наше внимание на использование тех же слов в «Бытие 2», где Бог вдохнул жизнь в Адама и Еву. Восстановление Израиля – это событие масштабов сотворения для всей земли. Бог продолжает объяснять это и насказание Езекиилю, повелевая Ему провозглашать. «Ко אמר, Адонай, Адонай, «Hine אני фותח את קברותיכם, «Вааалет אתכם מכברותיכם, Ами, «Вהבאת אתכם אל אדמת Исраиль». «Так говорит Господь Бог, «Вот, я открою гробы ваши, и выведу вас, «народ мой, из гробов ваших, и веду вас в землю Израилеву». «И узнаете, что я, Господь, «когда открою гробы ваши, и выведу вас, «народ мой, из гробов ваших». «Венатати рухи вахем, вихьетем, «Ваинахти אתכם אל אדמתכם, «Ведаатем, כי אני, Адонай, «дибарти ועשיתי, «Неум Адонай». «И вложу в вас, Дух мой, «и оживете, «и помещу вас на земле вашей, «и узнаете, «что я, Господь, сказал это, «и сделал, говорит Господь». Это тот самый момент, в котором мы находимся сегодня. Мы верим, что переживаем поворотный момент в истории. Сухие кости соединились, и духовное пробуждение приближается. Пауза в пророчестве Языкииля не является случайностью. Бог хотел, чтобы Языкииль и мы увидели стадии его плана искупления, что вначале будут плоти кости, а затем последует Дух Божий, дыхание жизни». Когда образовалось государство Израиля в 1948 году, здесь проживало более 850 тысяч евреев. Из них менее 30 человек были еврейскими верующими в Ейшоу. За 73 прошедших года Бог увеличил наше число до более чем 30 тысяч мессианских верующих, живущих сегодня в Израиле. Но эта оценка – это только верхушка айсберга. Глубже – беспрецедентное пробуждение, которое происходит сегодня. Всего 50 лет назад большинство израильтян никогда не слышали имя Ейшоа, и еще меньше – Евангелие. Наш Мессия был наиболее скрываемой тайной еврейского народа. «Был» – ключевое слово здесь, потому что теперь эта тайна провозглашается во всеуслышании. За последние 7 лет евангелизационные видео и свидетельства, которые мы снимаем, только на Еврите были просмотрены более 40 миллионов раз. Мы видим беспрецедентное пробуждение, какому не было подобных ранее, поскольку мы ежедневно общаемся с людьми, которые тайком в запой смотрят эти видео и выходят на контакт с нашей командой, чтобы больше узнать об Ешуа. Чтобы понять, что такое 40 миллионов просмотров, при менее 10 миллионов населения в Израиле, это буквально в 4 раза больше, чем все ивритоговорящее население мира. Те, кто променяли свою еврейскую веру на атеизм, возвращаются к Богу Авраама, Исаака и Якова, открывая еврейского мессии Иешуа. Многие из этих еврейских новообращенных контактируют с нами только конфиденциально, будучи выходцами из ультра-ортодоксальных общин. У нас нет возможности почитать количество таких тайных верующих, но сила нашего служения нарастает по мере того, как мы приближаемся к этой поворотной точке истории. Содействие этому Божьему движению — это страсть, которая движет нашим библейским колледжем сегодня, когда мы снаряжаем следующее поколение еврейских и арабских верующих и лидеров служения. Если мы посмотрим на историю нашего возвращения из Вавилонского рассеяния и задумаемся о служении Ездры и Неемии, ключевой реформой того Великого Пробуждения было обучение израильтян из всех колен для того, чтобы они были готовы преподавать и объяснять Тору, вернувшимся изгнанникам. Это основа нашего библейского колледжа. И прекрасный плод этого служения — это то, что мы видим, как в Иешуа, еврейские и арабские верующие, объединяются вместе, как единое целое в Мессии. Но это пробуждение не остановится здесь, в Израиле. Помните равнину, бика? Возможно, именно этот стих был в сознании апостола Павла, когда он писал римлянам 11.12. «Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их». Как вы хотите, чтобы определялась ваша история? В прошлом много людей в церкви выстроили целую теологическую позицию на основании собственного мировоззрения вместо Слова Божьего. Всего столетия назад для еврейского народа казалось невозможным возвращение в Израиль. Видя это своими собственными глазами, многие списали нас со счетов, как безнадежное дело, как замещенных и забытых. Израиль не отвечал со своей человеческой точки зрения, но полагался на Бога. «Господи Боже, Ты знаешь это! На протяжении темных веков истории всегда был остаток, который верил Божьим обетованиям. Будете ли вы теми, кто глазами веры видит Божье обетование, которое еще впереди? Будете ли вы теми, кто поддерживает нас в молитве и вере в то, что Его Дух и зальется в эти дни?» Займите свою позицию веры сегодня. Поддержите наше служение One for Israel в молитве, поддерживая не только физическое возвращение Израиля в свою землю, но и то, чтобы Дух Божий разбудил наш народ в эти дни через пробуждение, которое достигнет всех народов ради славы Божьей. Субтитры создавал DimaTorzok